Александр Геннадьевич, давайте начнем с Фрейда. Факт, да? Фрейд был кокаинистом. Факт. Была зависимость у него или нет? Вот это очень сложная история. Кокаин – это увлечение молодого врача. В 1881 году Фрейд закончил университет, и в 1884 году он увлекся кокаином. Увлекся кокаином он, во-первых, как универсальным лекарственным средством. То есть он вдруг обнаружил в этом веществе и способ таркоза, и способ анестезии, и способ лечения депрессии, и способ лечения морфиновой зависимости, что, пожалуй, для него было самым главным. И почему я сейчас об этом говорю? Потому что если мы задумываемся внимательно, то поймем, что вот, например, сегодняшний современный молодой врач, он, правда, по-другому это называет, но он тоже мечтает найти какую-нибудь волшебную палочку, волшебную таблетку или панацею. Правда, сегодняшние молодые врачи все больше мечтают найти такую волшебную палочку, чтобы ее продавать. Ну, в общем, это такой уже подкожный мотив, и, в общем, не стоит о нем говорить. Ну, наверное, можно предположить, что Фрейд мечтал о чем-то похожем. Он был чрезвычайно амбициозным молодым человеком, который, надо сказать, и вот это тоже вторая вещь. Я встречал в интернете заявления такого рода, что вот, благодаря кокаину, Фрейд смог сформулировать свою теорию психоанализа. Ну, или там, по крайней мере, стать кем-то, выбраться из депрессии и стать кем-то. И мы все время забываем об этой титанически трудной учебе, об этом, о труде, о непрерывном труде и непрерывной увлеченности. Медицинское образование далось Фрейду и его семье с величайшим трудом. Он был в числе восьми детей бедной семьи. И за то, что он был усерден в учебе, увлечен ему, выделили персональную керосиновую лампу, а все остальные учились при свечах, чтобы было понятно, в общем, откуда поднимался Фрейд. А денег на обучение в институте, в университете не было. Его собирали всей семьей. И это требовало колоссального упорства. В тысячи... После окончания университета он, между прочим, сумел стать без всяких связей, как сейчас говорят, одним из лучших невропатологов своего курса, своего поколения. И, например, сейчас редко об этом вспоминаю, термин детский церебральный паралич впервые ввел Фрейд. И после того, как он разочаровался в неврологии, а это означает, что он непрерывно искал. Ему стоило колоссального труда и прохождение нескольких конкурсов, чтобы попасть на обучение к великому Шарко в Сальпетре. И работал он тогда младшим врачом. В нашем понимании это в общем интернете. Почти совсем без зарплаты. И нужно было выполнить, представляете, насколько это было важно, несколько научных работ, для того, чтобы получить право поехать учиться к уважаемому психотерапевту. Главным делом Фрейда было желание, конечно, личной известности, но и желание помочь людям. Он искал зону своих интересов и не щадил на это ни сил, ни труда, ни времени. Именно результатом этого его поиска было обнаружение кокаина, как волшебные палочки. И надо сказать, что уже в 1887 году он выпустил последнюю статью о кокаине. Она называлась «Кокаиномания и кокаинофобия». И в этой статье уже не было никаких словословий кокаину, поскольку уже к тому моменту был не только его друг, но и целый ряд пациентов, которые по всей Европе страдали одними и теми же симптомами. Фрейд первым писал о кокаине как панацея, и он же первый фактически в этой статье описал кокаиновую наркоманию. Надо сказать, что Фрейд это сделал очень честно и отказался от приема кокаина, поскольку в конечном итоге счел его вредным для себя и для других людей. И его исследования пошли совершенно в другом направлении. А вот здесь, в этом месте, можно перейти как бы к разговору об антидепрессантах. Понимаете, в чем дело? Главным механизмом, связывающим антидепрессанты с кокаином, является не химическое действие, а некое, я ее называю для себя, алхимической мечтой человечества. Да, то есть это мечта таблетки от всех болезней, которая выражается в том, что на самом деле мы совершенно не умеем думать так, как думал Фрейд, ну или, скажем, ученые и врачи его времени. Мы больше всего на свете боимся затратить труд и какие-то усилия на понимание себя, на понимание другого человека. А вместо этого делаем то, что Фрейд именно это ему труднее всего было преодолеть. то, что Фрейд удачно преодолевал несколько раз. Потому что сначала Фрейд преодолел кокаин, как волшебную палочку, как лекарство, вот то самое, лекарство от тоски. Потом Фрейд преодолел гипноз, который уже Шарко предлагал в качестве волшебной палочки для лечения. Ну, там, в первую очередь, истерии. Ну, сейчас эти детали в общем не так важны, их можно прочесть. Но дело в том, что Шарко предлагал гипноз, до него мисс Мэр с его магнетизмом предлагали гипноз как некую волшебную палочку. А именно, что такое волшебная палочка? Ну, это некое лекарство или некая процедура, которая что-то сделает за человека, вместо самого человека. Ну, например, я все время, постоянно, на самом деле, пытаюсь объяснить. Вообще, без депрессии человек жить не может. Самая страшная болезнь это отсутствие депрессии. Потому что депрессия это звоночек того, что я поступаю, веду себя, неправильно. Занят чем-то не тем. Потому что если я не расстроюсь, не среагирую с помощью депрессивной реакции, я никогда не пойму, что я не прав. А только депрессия позволяет мне учиться и развиваться. И поэтому, когда кто-то говорит, что кокаин вытолкнул Фрейда из депрессии и заставил, да ничего подобного. без депрессии Фрейд не создал бы никакого психоанализа. Это только депрессия позволяла ему понимать, что он на каком-то этапе развития своего жизненного не прав, что он занят не тем, что это не его тема, не его метод. Только возникающие депрессии вели его все дальше и дальше в его мысли. Я сейчас не говорю о степени правоты этой мысли. Я сейчас говорю о том, что эта мысль фрейдовская открыла вообще возможности психологии как науки. Потому что если бы не было у Фрейда психологии, в том числе и советской, быть бы просто не могло. Это довольно легко доказать. Но в общем суть-то даже не в этом. Суть заключается в том, что как бы все наоборот. опыт кокаина столкнул Фрейда с неминуемой депрессией, о которой он признавался в письмах начиная с 1887 года. И любой специалист, не специалист скажет вам это депрессия отмена. Вот это депрессия отмены привела к созданию психоанализа. А вовсе не кокаин. Он пытался найти что-то. Он разочаровался в кокаине. И он пытался найти что-то, что ну как бы могло бы помочь людям и ему самому сделать какую-то свою модель психических болезней человеческой души. Именно этим он был увлечен. И он это сделал. Очень похожий, ну на самом деле может и не стоит об этом говорить, но очень похожий аргумент. Очень часто любят вспоминать Роберта Льюиса Стивенсона, которого действительно, правда, лечили кокаином от туберкулеза. Пытались лечить кокаином. Ну и не вылечили. Он помер благополучно. И я уже встречал упоминания о том, что на волне употребления кокаином Стивенсон написал знаменитого доктора Джекила и мистера Хай. Вот какое чудо действительно. Но только как-то при этом вот это все мысли, которые позволяют пропагандировать наркотики. Потому что на самом деле все забывают опять же мягко, мягко о том, что до начала лечения кокаином Стивенсон написал Остров сокровищ, Стивенсон создал принца Флоризеля. И я не буду там перечислять много он чего интересного написал. А доктора Джекила и мистера Хайда он писал вовсе не в туберкулезной больнице. А как раз тогда, когда из нее вышел и соответственно лечение кокаином кончилось. То есть в общем написал-то он его в глубокой депрессии. И хотя следы кокаина искать в этом конечно можно, но в первую очередь писал не кокаин а в высшей степени талантливый и невероятно трудоспособный писатель Стивенсон который все это успел написать в мире в 44 года. А не могли бы вы описать поведение кокаинного наркомана симптомы симптоматику? Ну в общем я их уже описал если честно потому что я думаю что дольше собрать ну это бред преследования и странные я бы сказал кожные галлюцинации психопатология кокаина имеет тропность к коже и слизистым то изо рта чего-то они все время достают потому что там водятся какие-то непонятные существа то эти существа змеи тараканы ползают под кожей то это какой-нибудь высшей степени вычурный зуд и вокруг этого начинает появляться бред преследования не просто вот эти висцеральные ощущения появляются а появляются они под воздействием каких-то злых сил врагов которые имеют определенные понятные только бывшему наркоману приметы каждый антидепрессант здорово отличается от кокаина поскольку каждый из них разработан на некую специфическую химическую теорию депрессии но обратите внимание внутри каждой этой теории скрывается некая надежда человека что в случае когда у тебя плохое настроение не надо меняться не надо думать о том от чего у тебя плохое настроение может ты что-то сделал не так а надо принять таблетку связь этой теории с мечтой алхимиков с историей Фрейда и кокаина она на поверхности не лежит к ней надо присмотреться но тем не менее проблема именно в этом я уже как-то однажды на сайте мы это выдержим приводил это как бы эту мою любимую историю когда я говорю Калине Владимировне своей помощнице говорю я тебя хочу она мне говорит что ты нафиг старый хрыч вот я все время говорю следующее что возможно две мои реакции в одном случае я реагирую депрессией то есть я начинаю думать блин я же действительно старый хрыч волосы у меня седые я женат пора к женщинам перестать приставать надо как-то остепениться ну в общем разного всякое я себе говорю но страдаю страдаю второй тип реакции который видимо сейчас входит все больше и больше в моду она мне говорит пошел ты нафиг старый хрыч а я думаю надо же какая дура такого мужика не оценила вот когда вся культура идет по этому пути по второму становятся нужны антидепрессанты просто для того чтобы не задумываться а все время чувствовать себя правым и самым лучшим вы сами понимаете что когда человек чувствует себя правым и самым лучшим он может наломать очень много дров увлеченность Фрейда кокаином была искренняя и подлинная он это достаточно почитать статьи он был кокаинист несомненно но смотрите насколько сила увлеченности и подлинных интересов оказалась сильнее кокаина разница между ним и Флейшевым заключалась именно в этой увлеченности Флейшевым на самом деле видит сначала в морфии потом в кокаине как огромное количество наших людей водки им истинный смысл и ценность своей жизни ну то есть для чего я работаю ну я работаю для того чтобы выпить и расслабиться вот так примерно и жил Флейшевым только ну методы расслабления у него были другие из-за этого он умер молодым а Фрейд несмотря на наличие синдрома отмены тех самых кровотечений тех самых кожных ощущений бессонницы продолжал работать выигрывать конкурсы и вот это то чего мы вторая главная вещь вот если говорить первое это все-таки труд о том что эти люди и Фрейд и Стивенсен сначала были невероятно трудоспособными людьми да ну достаточно сказать что к университету Фрейд свободно говорил на пяти главных европейских языках и я там не установил это перечислять поскольку в общем я очень уважаю эту личность и в том числе за то что он бросил кокаин и на леческом латыни писал достаточно свободно и читал говорить не знаю писал и читал свободно и в общем согласитесь это очень хороший результат для школьника правда и поэтому самое это главное что я пытаюсь сказать не кокаин сделал Фрейда Фрейдом отнюдь и Стивенсона он тоже не делал Стивенсона антидепрессант может заменить наркотик быть наркотиком нет они сделаны для понимаете какая история сложная история опять антидепрессант не может быть наркотиком человек может использовать его как наркотик по одной простой причине не все антидепрессанты но тем не менее я уже не раз сталкивался со случаями так называемой зависимости от амитриптилина это старый антидепрессант его уже можно критиковать но дело не в этом дело в том что на самом деле в этом случае человек принимает бешеную дозу антидепрессанта и использует его как опьяняющее вещество а как опьяняющее вещество можно использовать две трети всего что продается в аптеке а как одуманивающее вещество то есть как отравляющее да практически все ну я не знаю берете пузырек аспирина выпиваете его и получаете некий опьяняющий эффект ну не очень привычно но для американцев это одна из главных проблем зависимости и по сей день как бы вся проблема в том что человек ищет человек ищет как фрейн своей увлеченности и интересов жизни это для него главное понимаете какая штука тогда любой наркотик или водка рано или поздно начнет ему мешать мешать потому что если для меня главное книгу написать то мне очевидно водка будет мешать это делать понимаете какая штука вот если это главное в жизни есть и между прочим это одна из основных для меня таких подспудных не слишком явных идей фрейдерского психоанализа была еще одна зависимость я страдаю очень схожей формой зависимости не стану от вас скрывать он был коллекционером всю жизнь он очень интересовался всякими символическими изображениями бродил по антикварным рынкам по художественным рынкам выкапывал там правда в основном египетские античные фигурки всевозможных башков и тогда такая возможность была поскольку из Египта привозили огромное количество археологического материала и не только из Египта очень немного и очень редко он покупал живопись на интересующие его символические темы ну по крайней мере каталог купленный живопись есть в Венском музее Фрейда и покупал очень мало потому что собственно денег не было на это вне всякого сомнения картина Шельгрубера могла его заинтересовать где-то на развалах как образец живописи пациента вот в этом я не сомневаюсь задам последний вопрос не буду больше мутить я его задаю в принципе всем господин Зигмун Фрейд его можно считать отцом основателем ну по крайней мере перед течем сексуальной револиции да конечно ну в том смысле что Вильгельм Райх и в общем многие другие те кто стали идеологами сексуальной революции были учениками Фрейда или считали себя его учениками несомненно конечно да сексуальная революция возникла из нежелания брать на себя какую-либо ответственность за детей за любимых женщин мужчин за собственных родителей и вот это желание избавиться от ответственности оно и привело ко всему включая сюда конечно и наркоманию тоже а вот притча про Фрейда и наркотики она как раз и связана с тем что Фрейд эту ответственность и в том числе ответственность за смерть Флейшеля на себя принял и об этом писал